Добрый день, друзья! Меня зовут Ирина. Мой канал называется «Мой личный взгляд». Я живу в России, в городе Самара, и сегодня, в последний день уходящего, к сожалению, лета, я хочу снять видео на конкурс Михаила Портнова под названием «Хорошо». Расскажу немного о себе, о том, что же хорошего происходит в последнее время в моей жизни. Как я уже сказала, живу я в городе Самара. Это большой, многомиллионный город, который готовится к чемпионату мира по футболу, и город весь повяз в стройке, в строительном мусоре, в пробках, в пыли. Очень трудно доехать до нужного места назначения, и, казалось бы, что же в этом хорошего? Но вы знаете, поскольку мы стараемся быть по натуре оптимистами, я скажу, что даже в этом плохом есть кое-что хорошее. Что же именно? Этим летом, как никогда, мы старались с друзьями как можно чаще выбираться на природу. Сейчас я снимаю видео, находясь на даче. У нас тут замечательные озера, замечательные леса. Мы выращиваем овощи и ягоды, и хороший сезон удался на даче, и это тоже очень хорошо. Старались с друзьями выезжать на природу, на рыбалку, на охоту. Прекрасные фестивали проходили в городе Самаре. Грушинский фестиваль бардерской песни, фестиваль протока. Это фестиваль, где мы изучали основы индийской культуры. Знаете так, это йога, медитация, шаманство. Все это было очень интересно и увлекательно. И это хорошо, конечно же. Ну а что касается чемпионата мира по футболу, уж не знаю, насколько он обогатит наш город. Конечно, понятно, что основную часть денег, как всегда, своруют, которая выделена на подготовку к этому чемпионату. И тем не менее, наверное, можно гордиться. Город заслужил быть в таком статусе. Город, который будет принимать чемпионат мира по футболу. Будет много иностранных гостей. Наверное, будет что-то интересное. У меня есть семья. У меня есть замечательная, прекрасная дочь, которой скоро будет 19 лет в сентябре. Она студентка 4-го курса колледжа, юридического факультета. Пошла по моим стопам. Я тоже юрист по образованию. Чем, наверное, можно было бы гордиться, но, вы знаете, в нашей стране, мы живем в России, к сожалению, где права человека не только попираются, они уже настолько стали ничтожны и не имеют никакого значения, что когда человек имеет юридическое образование, он имеет хотя бы минимальную возможность хотя бы иногда, хотя бы где-то и в чем-то защитить свои права. И поэтому я довольна, что моя дочь будет обладать такой хорошей, благородной профессией. Она мечтает адвокатом стать, но надеюсь, что из нее получится прекрасный адвокат. Она замечательно учится. Очень такая честная, порядочная, добросовестная девушка. Я иногда смотрю на нее и удивляюсь. Когда прошли эти 19 лет? Казалось бы, вот только что я забеременела. Не то, что только родила, только что забеременела. И моей дочери уже 19 лет. И она такая умница, и такая красавица. И я ее очень и очень люблю. Моей маме в этом году исполнилось 80 лет. Был юбилей. Я ее тоже очень люблю. Это мой близкий, родной человечек. Хотя, конечно же, иногда бывают у нас трения, ссоры. Мама – это человек довольно-таки властный, волевой. Но я сделаю все, чтобы моя мама жила как можно дольше. Потому что все мы прекрасно понимаем, какими бы мы взрослыми ни были, покуда живы наши родители, мы можем оставаться еще детьми. Даже когда сами уже вырастили взрослых детей. Есть у меня работа. Работа по специальности. Работа, которая приносит мне определенное удовольствие. Работаю с людьми. Но мне нравится, знаете, что в моей работе? Помимо того, что это профессиональная моя деятельность, которой я достаточно давно уже много уделяю времени, и к которой я отношусь тоже достаточно серьезно и добросовестно, в моей работе нет начальников. Надо мной нет начальника и нет руководителя. Я сама не являюсь руководителем ни над кем. И я сама нахожусь в свободном графике, в свободном режиме. Я планирую свое свободное время, встречаюсь с людьми, с клиентами, общаюсь, стараюсь помогать по возможности людям. Чем очень довольна. У меня есть хобби. У меня есть прекрасные, замечательные друзья, хорошее увлечение. Я с удовольствием провожу время с своими любимыми людьми, своими друзьями. Мы выезжаем на природу, мы отдыхаем, мы занимаемся спортом, мы поем песни, мы танцуем, мы занимаемся тем, что нам нравится. И я могу не без гордости сказать, что у меня есть настоящие друзья и подруги. Конечно, было в жизни и предательство людей, которых мы считали друзьями, к сожалению. Этих людей мы вычеркнули из своей жизни. Но остались настоящие, верные, хорошие друзья, очень порядочные и честные, которые, как я надеюсь, придут в трудную минуту мне на помощь, которые не оставят меня в проблемах, в депрессии, в состоянии, когда мне тяжело и плохо. И я, безусловно, приду на помощь этим людям без оглядки и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь им, если им трудно. Ну и, конечно, когда нам хорошо, мы проводим время замечательно и прекрасно. И я горжусь тем, что я могу сказать о том, что у меня есть настоящие, настоящие друзья. Я в последнее время сталкиваюсь часто с тем, что люди рассказывают о том, что после предательства друзей или людей, которых они считали таковыми, у них не осталось настоящих людей, которыми они могут назвать друзьями и на которых они могут положиться. К счастью, я могу сказать о себе то, что у меня есть друзья, у меня есть подруги, у меня есть люди, которые очень честные и порядочные, которых, вы знаете, всегда хочется видеть, по которым я скучаюсь, с которыми мы стараемся общаться как можно чаще. Я приду им на помощь в любую минуту и сделаю все, что от меня зависит, если моя помощь им понадобится. И я думаю, что это взаимно. По крайней мере, так хочется в это верить. У меня есть личная жизнь, безусловно. Может быть, не все так идеально, как хотелось бы, поскольку я вообще-то идеалист по натуре, но жаловаться грех, и в этом плане все хорошо, и это тоже замечательно. И еще у меня есть мечта. Она, вы знаете, такая серьезная, такая многолетняя и такая глубокая, трудно реализуемая. Мечта, которую я вынашиваю, я беременна ей уже достаточно много лет. И вот сейчас я пользуюсь случаем рассказать вам о том, что она у меня есть. Я не буду говорить конкретно, какая это мечта, но поверьте, она прекрасная, светлая и замечательная. Я хочу дать публичное обещание. Каналу Михаила Портнова, Михаилу лично, всем людям, которые посмотрят мое видео, и в первую очередь, конечно же, самой себе, о том, что я преодолею все препятствия и сделаю все от меня зависящее для того, чтобы моя мечта такая хорошая, светлая, прекрасная, замечательная реализовалась. Начну, пожалуй, да даже не завтра, а сегодня. Потому что у меня, вы знаете, есть такая, ну, нехорошая привычка, от которой нужно избавляться, она есть у очень многих людей. Мы откладываем все то хорошее на потом. Мы говорим, ну, это мы сделаем завтра, это мы сделаем через год, или когда вот эти события какие-то не совсем благоприятные в нашей жизни пройдут, а потом мы приступим к реализации чего-то хорошего, светлого, о том, о чем мы давно мечтаем, что мы давно задумали реализовать, и никак мы не приступим к реализации этой цели или этой мечты. Так вот, я очень много времени потеряла уже вынашиваю эту мечту. Собираю информацию, думаю о том, как это произойдет, как это будет здорово и замечательно. Но годы жизни-то идут, и нужно почаще вспоминать, что жизнь у нас, к сожалению, не бесконечна. И пока мы сетуем на то, что что-то не совсем нас устраивает, что-то не в порядке, правительство плохое, климат плохой, страна у нас вообще, конечно, не способствует тому, что мы могли сказать, что мы счастливы здесь, и что здесь все хорошо. Россия, к сожалению, в последнее время вообще страна стала уже практически непригодной для проживания. И вот пока мы все это перемалываем в себе, пока жизнь нам не нравится, она проходит. Она проходит, она не ждет. Это не черновик какой-то жизни, нашей жизни с вами. Это сама жизнь. И чтобы не было, знаете, мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не хотелось в конце жизни на закате сказать, упущенных побед немало, одержанных побед немного. О, если бы можно сначала жизнь эту вымолить у Бога. Грустные строчки, не правда ли? Так вот, чтобы не хотелось сказать только так и именно так, я считаю, нужно делать все от нас зависящее, а мы можем очень-очень многое для того, чтобы быть более счастливыми. Мне очень хорошо понятна идея Михаила Портнова. Я благодарна и который раз снимаю шляпу перед автором канала. Михаил, огромное вам спасибо. Вы вдохновляете в который раз нас, ну, на подвиги. Иначе не назовешь. Даже вот то, что мы снимаем эти видео, это уже шаг к реализации нашей мечты. Это уже какое-то преодоление. Это уже выход из зоны комфорта. Потому что, ну, достаточно сложно действительно было подобрать какие-то слова, принять участие в вашем конкурсе, чтобы это было и актуально, и по теме, и чтобы желательно не выглядеть как-то так блекало на фоне других зрителей. Я, допустим, долго очень думала, что же сказать, как же сказать, как же преподнести, как же развить эту тему. Не знаю, удастся ли мне это, но, по крайней мере, я буду стараться. Уже стараюсь. Мне хорошо понятна ваша идея. Вы получаете, Михаил, очень много писем из жителей России, Белоруссии, Украины, Казахстана, где люди спрашивают вашего совета. Где люди рассказывают о том, какие у них проблемы в жизни, к сожалению, очень часто. Наверное, в большинстве случаев это бывают такие проблемы, казалось бы, глобальные, нерешаемые. И человек говорит о том, как ему плохо, как все плохо. И Михаил решил взбодрить нас, сказать, ребята, да опомнитесь. Да вы живы, вы здоровы, вы молоды, вы красивы, вы успешны, вы умны, в конце концов. Вы все можете преодолеть. Если что-то вам не нравится в вашей жизни, меняйте. Меняйте эту жизнь, меняйте сами, меняйте свое окружение, меняйте способ, я не знаю, жизни, меняйте свою работу, меняйте друзей, меняйте семью, в конце концов. А то, вы знаете, есть у меня знакомая, которая всего 37 лет, она моложе меня, 37 лет ей, и она говорит мне, когда мы с ней встречаемся, общаемся, у меня в этой жизни уже ничего хорошего никогда не будет. Ну, как вылечить этого человека, как ей помочь, когда она сделала себе такую установку, и вряд ли ее можно разубедить в обратном. Она приходит домой с работы, которая ей не нравится, которая не приносит ей ни дохода, ни удовольствия, ни удовлетворения в общении, и говорит себе сама, как она мне рассказывает, я подхожу домой, а дома должен быть муж. И я говорю, Господи, сделай так, чтобы его дома не было. Ну, разве это жизнь? И даже дочка, которая там, там, усыновленный ребенок, она не смогла, к сожалению, родить сама, но это дело даже и не важно. Желанный, прекрасный ребенок, замечательная дочка, она ее, к сожалению, раздражает. Ее раздражает все. Вот таким людям им очень сложно помочь. Они сделали себе негативную установку. У них в жизни все плохо. И вот заставь ее, попроси ее снять такое же видео, попроси ее найти в своей жизни что-то хорошее, она скажет, да я не смогу сказать ничего, потому что ничего хорошего в моей жизни не происходит. Вы знаете, мне нравится прекрасный афоризм. Когда-то я долго-долго горевала о том, что у меня нет денег на новые кроссовки, покуда я не встретил человека без ног. Вот понятие счастья, понятие того, что в жизни хорошо, оно очень и очень относительно. И можно долго горевать и сетовать на то, как все плохо. Как мы ничего не можем изменить в своей жизни. Но когда мы не можем даже приступить к реализации своей мечты, потому что нам не хватает силы воли, нам не хватает ума, разума, какой-то смелости. Это, мне кажется, самое грустное в жизни. Вы знаете, психологами был проведен эксперимент, и когда людей достаточно уже в зрелом возрасте, на закате жизни, когда уже, к сожалению, многое позади, и они многое не успели, и многое уже никогда не реализуют в жизни, задали им вопрос, о чем вы больше всего на свете жалеете. Подавляющее большинство сказало, мы жалеем о том, что когда-то у нас была мечта. И мы так и не приступили к ее реализации, мы ее не реализовали. Это может быть мечта любая, облететь земной шар, землю на воздушном шаре, прыгнуть с парашютом, полететь на Луну, выйти замуж за определенного человека, снять клип, выступить на сцене, стать президентом Америки. Но когда люди даже не попробовали, даже прыгнуть с парашютом, вот я, например, мечтаю, с детства, с юности, так получилось, что хотела в свое время не удалось спрыгнуть. Вот сейчас я хочу эту мечту или это желание, оно небольшое, оно вполне реализуемое. Я хочу начать вот с этого, вот эту небольшую свою мечту реализовать. Всего-то нужно доехать до аэропорта, пройти медкомиссию, заключить договор с тренером, прослушать инструктаж и прыгнуть с парашютом, ощутить то ощущение полета. Вот нужно начать хотя бы с этого. И я торжественно обещаю, что я это сделаю, ребята, друзья. Честное слово. Вы знаете, у меня есть подруга-психолог. У всех психологов, наверное, есть своя методика, так вот у моей подруги методика такая. Когда к ней приходит человек с какой-то серьезной проблемой, он в депрессии, он в стрессе, он в состоянии угнетения, у него все плохо, она задает ему вопрос. Скажи, пожалуйста, а что хорошего в твоей жизни? Вот прям как по Михаилу Портнову. Расскажи мне, психологу, что в твоей жизни происходит хорошего. И люди порой недоумевают, даже сердятся. Ну что ж, хорошее, у меня с работы выгнали. Муж сволочь, денег нет, ребенок двоечник, страна плохая, дороги плохие, я погряз в пробках, никакой перспективы нет, я даже в путешествие не могу себе позволить поехать, потому что у меня нет ресурсов, ни финансовых, ни временных, никаких. Она все это выслушивает и опять задает свой вопрос. Ну что же хорошего в этом? Вот что хорошего в том, что тебя уволили с работы? И человек постепенно, постепенно начинает задумываться и оказывается, и даже в этом плохом есть что-то хорошее. Работа давно не нравилась, ни зарплата, ни коллектив, ни условия работы не устраивали. И он давно, в принципе, мечтал сменить эту работу. Но никак не удавалось ему найти в себе смелость это сделать, этот шаг нужно сделать, выйти из зоны комфорта. Нужно пойти, уволиться, написать заявление, пережить это состояние, найти новую работу. А когда уже так произошло, что сократили человека, одна дверь закрылась, и он сам того не подозревая открывает себе возможности для новых, реализации своих возможностей, да? Новая дверь открылась у него, и человек, как правило, находит новую работу, более хорошую, более перспективную, даже более финансово выгодную. Таких примеров очень много. И моя подруга, я считаю, достаточно мудрый человек. Пока мы живы, пока мы здоровы, пока есть у нас потенциал, есть сила, есть энергия, все можно изменить в этой жизни, все абсолютно. Вы знаете, у меня есть друзья, которые в корне изменили свою жизнь. Они эмигрировали. Одна подруга уехала в Австралию, одна знакомая уехала в Канаду, и они очень долго шли к этому шагу, потому что, ну согласитесь, серьезный шаг, серьезные перемены, очень серьезные перемены и достаточно сложные в жизни. Вырвать с корнем из насиженного места себя, даже как бы там плохо не было, выйти опять же из зоны комфорта, в корне изменить свою жизнь, сделать этот великий, допустим, большой такой шаг. И люди, вы знаете, для того, чтобы этот шаг сделать, оказались практически на краю пропасти. Есть замечательный афоризм. Когда-нибудь ты подумаешь, я больше не могу так жить, это все, это конец. Так вот это и будет начало. И многим из нас, для того, чтобы взбодриться, встрепенуться, вспомнить наконец о том, что жизнь одна и короткая, нужен вот этот провал, наверное. И я хочу, чтобы в жизни каждого из нас были люди, которые нам помогут. Помогут советом, помогут помощи, протянут руку помощи. Таким человеком для меня является Михаил Портнов. Честное слово. Человек находится на другом конце океана. И вот этими видео своими он настолько вдохновляет. Вы знаете, я считаю, что люди, которые являются его подписчиками и зрителями, они априори, просто по факту того, что они зрители канала «Голос силиконовой долины», они не могут быть несчастными. Потому что человек учит в своей жизни, как нам поступить, как нам быть счастливыми, как нам что-то изменить. Будучи сам очень успешным, есть хорошая пословица, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим, он безвозмездно делится с нами своими советами. Очень многое в нашей жизни зависит только от нас. Не от окружения, не от страны, не от правительства, не от власти этой воровской продажной, не от пробок на дорогах, которые, конечно, очень напрягают, не от друзей даже, не от нашего окружения, не от семьи, не от работы, а только от нас. Потому что очень многое в своей жизни человек может изменить. Вот насколько мы захотим быть хорошими, и притягивает к себе все хорошее, насколько мы захотим быть счастливыми, настолько мы ими и будем. Большое спасибо, Михаил, большое спасибо всем вашим подписчикам, тем людям, которые осмелились, нашли в себе смелость снять это видео на конкурс. Замечательная идея, замечательный конкурс. Я надеюсь, что в перспективе у нас будет еще очень много возможностей также вот снять такие же, может быть, видео о том, как реализовалась наша мечта, что мы сделали еще хорошего в своей жизни. Желаю успеха каналу, желаю успеха вашей семье, вашей школе, желаю процветания. Но и с нетерпением ждем выборов в Америке. Вы знаете, вот приближаются выборы в России. Я все время была представителем участковой избирательной комиссии, отказалась фальсифицировать итоги выборов, но, безусловно, я не попала на последующие выборы, поскольку набирает только тех представителей, которые будут фальсифицировать, искажать итоги голосования. И, казалось бы, опять же, что хорошего в этом? Ну, что в этом хорошего? Тем не менее, вы знаете, даже вот в заключении видео скажу, что и в этой ситуации я тоже нашла кое-что хорошее. Но ведь даже в этом плохом, негативном событии можно найти тоже кое-что хорошее. Что именно хорошего? Я убедилась в том, что у меня есть настоящие друзья, которые в очередной раз оказали мне огромную колоссальную моральную поддержку. Протянули мне руку помощи. Руки помощи. И вот эта вот дружба, этот вот поступок, такой порыв в душе, он бесценен совершенно. Ну и, к сожалению, два человека, которых я считала своими друзьями, повели себя совершенно недостойно. Они отсеялись, они были исключены из числа моих друзей, даже из числа моих знакомых. Я прекратила с ними общение, и это тоже хорошо, потому что, возможно, еще в более тяжелой ситуации, они бы поступили еще более подло, и я ощутила бы вообще высшую степень предательства. Но мы не будем о плохом, мы не будем о политике, будем только о хорошем. Впереди нас ждет золотая осень, прекрасный урожай, новые свершения, новые путешествия, новые перспективы. Все зависит только от нас. Я убеждаюсь уже в который раз, что вот как задумаешь, как позволишь счастью и чему-то хорошему войти в твою жизнь, так оно и будет. Мы красивы, мы молоды, мы талантливы, мы умны, мы сильны. У нас есть друзья, у нас есть прекрасные перспективы и возможности. Мы все преодолеем, мы все сможем. Даже в этот тяжелый период жизни, который переживает, наверное, ну каждый из нас, он бывает, к счастью, недолговечным. И то, насколько долго он будет продолжаться, тоже зависит от нас. Можно впасть в депрессию. Оснований для этого и причин для этого сколько угодно много. А можно сказать, все будет хорошо. Даже если сейчас у меня, вот к сожалению, наступила серая или черная полоса, значит впереди, у меня ждут новые перспективы, впереди обязательно будет белая полоса, она будет яркой, насыщенной, замечательной и счастливой. И в завершении своего видео я хочу прочитать стихотворение Ярослава Климанова осознанно всем сердцем. Ты можешь есть и пить и быть голодным, а можешь голодать и сытым быть. Ты можешь и в неволе быть свободным, и вне темницы в кандалах ходить. Ты можешь жить, незримо умирая, а можешь, умирая, оживать. Ты можешь нищим быть беды не зная, и став богатым, счастье потерять. Ты можешь лгать, о правде повествуя, а можешь истинный обман раскрыть. Ты можешь побеждать с собой рискуя, и гибнуть, жизнь пытаясь сохранить. Ты можешь все измерить высшей мерой, узнав желание Бога о тебе, и прозревая истинною верой, все в корне изменить в своей судьбе. Я желаю всем всего самого наилучшего. Пусть в вашей жизни и сейчас все будет хорошо, а в дальнейшем все будет еще лучше. С вами была Ирина, город Самара, Россия. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok